Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите, что с молодым человеком планировали свадьбу, что вы на 8 неделе беременности, что беременность желанная и запланированная, что в вашей жизни врачи говорили, что вы не можете иметь детей из-за врожденной аномалии, а тут такое чудо. И неоднократно вставал вопрос о том, где будете жить. Парень настаивал, чтобы мы жили у его родителей большим домом, но у вас есть собака, и, собственно говоря, из-за собаки вы не переезжать не хотели. А его семья требовала усыпить собаку и переехать. Я на это пойти не могу. Ну, пишите вы, потому что он мой друг, абсолютно здоровый пёс, который переехал со мной из другого города. Вот. Соответственно, у нас были стычки на фунетах, но мы, конечно, шли к выводу, что можем снять квартиру. А когда собака умрёт, то, соответственно, приведем к его родителям и возьмём ипотеку. Вот. Дальше происходят изменения за один день, в рамках которых парень приезжает, устраивает скандал, разрывает помолвку и обвиняет во всём автора вопроса. На попытке автора вопроса как-то поговорить и найти какое-то решение, молодой человек говорит, что дай мне успокоиться или к квартиру поближе к моим родителям. Сегодня он написал, что его мама попала в больницу из-за автора вопроса и что в это виновата. Виновата, 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 соответственно, автор вопроса. Потому что она чувствовала, что я на него давлю и получила сердечный приступ. Но дело в том, что я не видела его в мать и не общалась с ней уже две недели. В последней встрече мы обсуждали бюджет свалтбы. На фоне этого у меня начал Сатурнас, я ему сообщил, что это получил, что я в этом, лишь сама в этом виновата. Я совершенно не знал, что делать, помогите, пожалуйста. Ну, в какой-то степени ситуация является как кризисной, вот, хотя и... в общем-то... не такой, как критический, как критический. Вот, значит, что я хочу сказать. Значит, в качестве такой вот небольшой вводной, да, зачем сейчас кто-то делать? Ну, то есть... для чего вам сейчас что-либо делать вообще? Ну, молодой человек попросил, как бы, время, да? Ну, в принципе, он имеет, как мне кажется, полное право. Почему вы не можете дать ему это время, почему вы не можете дать ему успокоиться, успокоиться? Это первое. Второе. Значит, подобные конфликты не происходят на ровном месте, да? То есть... Собака здесь вряд ли могла стать тем пусковым механизмом, который по итогу привел вас, ну, к конфликтам, да, к ссорам. Ну, на мой взгляд, ситуация здесь такова, что конфликт, если он и был, то конфликт, при конфликт был раньше, но более затяжной характер. Собака послужила лишь, что называется, последним, последней каплей, последней каплей. Вот, соответственно, нужно делать анализ ваших отношений, чтобы увидеть, где и в чём у вас начался конфликт. Вот. Дальше. Судя по тому, как развиваются события, судя по тому, как молодой человек ведёт себя, например, по отношению к вам, судя по тому, как его семья ведёт по отношению к вам, а мне кажется, что вы, ну, как-то, вот, несколько себя, что называется, предаёте, потому что на полном серьёзе предлагают человеку уцепить его домашнего питомца, который является абсолютно здоровым, здоровым. Вот. Это несколько странно и, на мой взгляд, невнимательное по отношению к вашим чувствам. Что, как бы, для вашего будущего мужа и ваших, ваших будущих родственников является, ну, несколько странной моделью поведения, вы так не считаете? Вот. Следующий момент это то, что молодой человек хочет, чтобы выжили с его родителями. Это говорит о том, что вполне вероятно, молодой человек не вышел из своей семейной системы, да? Если человек не выходит из своей семейной системы, это означает, что он не совсем зрелая личность. Вот. Потому что зрелость личности, её самостоятельность, её автономность, вот, и её прочность определяется, и в том числе тем, вычла ли она из своих семейной системы, сепарировалась ли она от своих родителей. В данном случае можно говорить о том, что этого не произошло. И, соответственно, вы выстраиваете отношения, скорее всего, не со своим молодым человеком, а именно с его родителями. Собственно говоря, основой, основой семейной системы которой они являются. Поэтому, в данном случае, я бы тоже на это рекомендовал бы обратить внимание, да? Следующий аспект, то, что вы делаете, а именно вы забременели и вы готовитесь к свадьбе, это, на мой взгляд, ну, как сказать, поспешно. Дело в том, что рождение, рождение ребёнка, ребёнка, само по себе событие, и очень важные изменения в жизни молодых людей. Нужно понимать, готовы ли вы к тому, чтобы иметь детей, сколько вам лет, сколько молодому человеку лет, насколько у вас прочные отношения и так далее. Потому что ребёнок может появиться только в хороших, сформировавшихся отношениях. В противном случае, он станет ничем аниме, как инструментом манипуляции людей. Вот. Ага, это первое. Второе. Вопрос, который я не могу не задать. Вы хотели ребёнка только потому, что вам сказали, что вы не можете иметь детей, или вы хотели ребёнка, потому что вам кажется, что вы, ну, всё как бы созрели, да, что вы готовы к тому, чтобы иметь детей. Если первый вариант, то по факту получается, что вы свои комплексы, как бы, возлагаете на ребёнка, то есть на ребёнка возлагается в данном случае ответственность за комплексы, и вы родители, например, ваши, как, ну, ваши, то, что вы, ну, не можете иметь детей, и, соответственно, вероятно, считали себя неполноценными, неполноценными, да, вот, всё, всё это время. И для вас ребёнок это возможность, как, как вы думаете, стать полноценными. Хотя на самом деле это не так, полноценными вы по своим ощущениям, более полноценными вы не станете от того, что родители, потому что комплексы не находятся в голове, а какие-то действия в данном случае, ну, ничего не решают, да, да. Вот, а если второй вариант, то есть вы готовы иметь детей, готовы, как бы, созрели, да, то вот здесь имеет смысл задаться вот каким вопросом. Чтобы иметь детей, да, нужно поставить себя в обществе, то есть как работает пирамида потребностей. Вначале, потребность в выживании, то есть обеспечении себя. Потом, потребность в иерархии, то есть определённое место в обществе, кто я вообще. Ну, в жизни я кто, да, кто я в жизни. Куда я иду по жизни, к чему я иду по жизни, чего я хочу от жизни. И только потом потребность в продолжение родов. Если это, если это очерёдность нарушается, то возникают патологии. Вот. Поэтому, ну, надо смотреть, смотреть, да. На эту сторону. Вот. И я повторюсь, что молодой человек мог просто сам находиться под давлением. Ну, я не знаю, его родители, не его родители. Хотя, скорее всего, его родители. Но под давлением того, что вот как-то вот слишком, ну, слишком много всего. Да, то есть как бы и ребёнок, и ребёнок, да, и свадьба, то есть это всё очень большая ответственность. Когда на человека, вот, ну, как сказать, когда на человека накладывается слишком много ответственности, вот, слишком много ответственности. Люди, вот, склонны этой ответственности, как бы, ну, избегать, да. То есть, ну, там, что, ну, тяжело, вот, тяжело, как бы, ну, выдерживать ответственность. Ну, вот, ну, это, это факт. Ну, я знаю, это вот, это как бы факт, к сожалению. Вот, поэтому, вот, здесь вы, вот, как-то вот, ну, по-видимому, да, вы здесь оказались, ну, несколько, вот, что называется, невнимательны к тому, насколько, вот, вообще, молодому человеку вашему, комфортно, вот, в такой ответственности находиться, вот. Следующий аспект, это смещение ралли. То есть, что это значит, смещение ралли. Здесь ситуация такая. Дело в том, что, когда вы только познакомились с молодым человеком, вы, вы были, ну, мужчиной и женщиной, вот. Вероятно, я очень надеюсь, что не только мужчиной и женщиной, я очень надеюсь, что вы были еще и субъектами какой-то деятельности, да, то есть, я надеюсь, что вас связывает не только, а не только, вот, гендерная совместимость, так скажем. Так скажем, я надеюсь, что связывает у вас что-то еще, вот, помимо этого. А потом, что произошло потом? А потом произошло то, чтобы или вы забеременели, или вы решили стать мужем и женой. То есть, количество ролей увеличилось. Появилась новая роль. Причем, новая роль... Вот, как бы, ну... И для вас. И для молодого человека. Впервые. Ну, а то есть, это вот не такая история, что вы, 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 вы уже в таких ролях были, вот. И не было в таких ролях. Это в первый раз. Соответственно, нужно время, нужно время для того, чтобы, вот, к этим ролям как-то адаптироваться. Вот, это не быстрый процесс. Но у вас получается так, что не только муж и жена, да, но еще и родители. То есть, не только муж, но и отец. Не только мать, но и жена. Наоборот. Ну, или я не знаю, в какой очередности у вас. Вот. Понимаете, да? И это, вполне вероятно, что вот такой наплыв ролей, большой. Серьезный. Серьезный. Вот. Я просто возьму то, с чего когда-то у вас, вот, все начиналось. Вот. А, начиналось все, вот, с того, как бы, что вы просто люди, у которых, вот, есть общий интерес. В большом счет. И все. Понимаете, да? Какая штука. Поэтому, а, вероятно, слишком много этих ролей. У вас, у вас появилось сейчас. Вам нужно постараться, но не торопиться. Это крайне неблагоприятная история для отношений, когда люди, вот, в такой спешке, да? Женятся, рожают детей. Или, да. Рожают детей и женятся. Вот. Дальше. Отдельный момент отключается в том, что мужчина решил свиниться на вас после того, как вы забеременены. Или, да. Это очень важный аспект. Почему? Да? Почему это важный аспект? Почему это важный? Значит, это важный, потому что важно видеть самостоятельно ли мужчина принимал решение. Вот. Как бы, жениться на вас или нет. Или я это сделал, потому что вы забеременены. Вот. И это тоже очень важно. Поэтому, сейчас вам, как бы, нужно увидеть, что в целом, вот, именно, ну, именно в целом, это ситуация вам дана для того, чтобы вы вспомнили о себе, чтобы напомнить вам о том, что вот, ну, как бы, что если вы еще, что вы сами по себе можете быть, не обязательно молодым, там, человеком или с кем-то там. Вот. И, соответственно, эта ситуация, она, по факту, призвана показать вам, продемонстрировать вам то, что вы слишком вот сильно, вероятно, вероятно, растворились, вот, в, ну, вот, в других людях. Вот. Вот. В молодом человеке. В его родителях, возможно, вот. Вот. И так далее. Вот. Это вот такие моменты, да, на которые, вот, нужно обратить самое пристальное внимание. Вот. Потому что напрямую это все влияет на то, как вы, как вы, вот, себя позиционируете. В принципе. Вот. Вот. Ну, как бы. Вот. Почему? Молодой человек, говоря, вот, позволяет, по отношению к вам, вот, такие, вот, рассказываем, да, что, типа, возьми, успей, успей собаку, хотя не его собака. И, как бы. Вот. То есть, как, так вот, что. Следующий важный аспект – это чувство вины, к которым вы, по-моему, не очень хорошо умеете обращаться. То есть, ну, вот, в данном случае, в данном случае, можно говорить о том, что, когда, например, вас, вот, в чем вас виноват, вы, как-то, вот, пытаетесь оправдаться. Сказать, что, что-то объяснить, там, и так далее. Вот. Это позиция, это свидетельствует о том, что у вас есть определенные трудности с личными границами. Вот. К сожалению. То есть, вы не умеете говорить «нет», когда на вас пытаются повесить ответственность, ну, как бы, в том, за что вы не ответственны. Ну, в принципе. Вот. То есть, этот момент, вот, его, его тоже нужно обязательно поисследовать. Вот. Все это, как бы, вот, нужно, чтобы вы стали, вот, несколько более целостными. Я понимаю, что, знаете. Если сейчас вы не будете больше опираться на себя, если сейчас вы продолжите задавиться от молодого человека, продолжите уговаривать его там и так далее, то ваша жизнь и жизнь вашего будущего ребенка может превратиться в кошмар, потому что, как бы, увидев, что вы их завис от него, молодой человек получит для себя такой соблазн пользоваться властью на два. Вот. И в общем и целом эта ситуация будет весьма, 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 весьма неприятной. Вот. 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 какой-то вот такой ответ я мог бы отдать. Сейчас вот с точки зрения вот психологии, да, с точки зрения вот психотерапии, вот, с точки зрения своих сын, опыта. По чувствам, которые вас сейчас обрывают, да, тонус и так далее. По чувствам. Ага. Вам нужна помощь, да, чтобы эти чувства прожить, ну, максимально экологично, там, для себя безболитными. Вот. Для этого вам, ну, поможет, для этого и нужны мы, психологи. Вот. Поэтому обращайтесь, значит, за помощью, вот, как бы, к любому специалисту, ну, вот, ну, а, то есть вы прячете себе, ну, психологи на сайте и, знаете, как бы, консультироваться. Вот. Начинаете от психотерапии, вот, проработаете все свои моменты, которые, вот, вас беспокоят, если беременность позволяет, да, ну, то есть, в смысле, вот, как вы, как она протекает, вот. Ну, в целом, здесь сейчас можно сказать, что молодой человек, вот, он, как бы, управляет себя не лучшим образом, там, по отношению к вам или по отношению к ребенку. Ну, чисто вот из-за своего отношения. Вот. Чем быстрее вы это поймете, чем меньше вы будете полагаться на него, тем лучше будет, да, вот. Это не значит, что молодой человек плох, плохой, просто, как бы, трудности, они проверяют людей. Ну, в данном случае человек не справился, это не значит, он плохой, это значит, что просто ему, ему есть куда расти. Вопрос там захочет ли он куда-то, куда-то расти. Вот. Вот. Это уже, это уже вопрос, на который в данном случае ответить может только он, а не вы. Вот. на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.